МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, мы говорили сегодня, что будут у нас талантливые, необычные дети. Сегодня мы говорили, кстати, о интересных, необычных детях. Вот хотим представить наших местных гостей, детей. Сегодня утром к нам в гости пришли Илья Крупенин, прилежный ученик, спортсмен-баскетболист, философ, ставит мюзиклы. Прекрасная девочка по имени Маргарита Выходец, модель, соведущая Ильи Русова в ТВ-проектах, в съемках роликов. И, собственно, Илья Русов, телеведущий, футболист, юный актер, снимался в рекламных роликах. Вот так вот. Доброе утро, ребята. Вы на нас смотрите, не стесняйтесь, не волнуйтесь. Что-то про кого-то мы еще не досказали, да? Вот когда перечисляли ваши достижения. Все сказали, да? А еще Илья нам говорил, что вот он занимается футболом. Это правда? Да. А вот вы, мы послушали там Юлию Савичу, а вообще, что талантливо одаренные детки вот сейчас слушают? Например, какую музыку? Вы можете нам как-то сказать? Что нравится? Что вот вы, когда попадаете... Вот интернетом пользуетесь, кстати? Да. Да? Вот что вам нравится? Вот давайте поучить. Вот ты и я. Начинаю говорить. Какую музыку, допустим, ты любишь? Ну, я много музык люблю, как бы. Ну, какие направления хотя бы музыки? Современная, классическая, может быть, джазовая какая-то. Ну, вот еще, что ты знаешь, что тебе нравится? Ну, в двух словах. Ну, я могу сказать название песни. Ну, может быть, мы такой не знаем. Хорошо. Скажи быстренько. Черные глаза. Черные глаза, да, и мы такое любим. Мы тоже тут песни любим. А Маргаритка, например, что? Бьянка. Бьянка? О, это мы тоже слушаем. У нас тоже часто очень популярная. А Илья? Я не знаю. Все, наверное, нравится, да? И даже не запоминаешь название. Да, нравится все, но очень часто некогда. Ну, конечно, ты так многим занимаешься. Школа тренировка, школа тренировка. А вот, кстати, с ребятами, с которыми вы дружите, они все тоже такие же занятые, вот так вот. Занятые, да, вот как вы, или нет? Или только дружите с теми, кто тоже такой же любознательный, как и вы? Вот как вы ответите? Ну, есть разные друзья. Вот, ну, наверное, вам интереснее с теми, кто такой же любознательный, да? Да, да. Потому что те, кто ничего не делает, такие вот, ну, скажем так, ленивые, да? А вот, Сереж, я вот хотела задать сразу вопрос, вот мне уже не терпится к нашим юным коллегам, да, как ведущим, да, Маргарите и Илье. Скажите, ребята, легко ли вам быть ведущими, и есть ли у вас какие-то сложности, что вам больше всего нравится в этой сфере, и, возможно, в каких уже проектах вы принимали участие? Мы принимали в многих съемках, мне очень нравится быть моделью, спасибо маме, что она меня отвела сюда. То есть это было решение больше маминой или вот твое, Маргарита, вот когда ты определяла, чем ты будешь заниматься? Ну, я захотела быть моделью, мне это очень понравилось. А мама уже помогла и тебя вот направила в нужное направление, да? Замечательно, хорошо, а вот кроме, вот, кстати, кто как учится, ребята? Вот, давай по очереди, вот, Илья, вот как вот ты вот учишься, вот тебе нравится учиться, кстати? Последний звонок же вот был, летние каникулы начались, какие оценки в табеле? 10 и 19. 10 и 19, смотри. Это отличники, да. Я сдала первый класс на отлично. Какая умница. А вот Илья Крупенев, скажи, пожалуйста, вот ты как вообще учишься? На какие? Три класса, три похвальных листа. Все, это значит, что отличники. Успешные люди успешны во всем, знаешь, Сережа? А как свободное время проводите, вот, кроме вот тем, чем занимаетесь, вот, учеба, спорт, да, вот, вот, Маргарита еще модельное детское агентство? Что еще, вот, например, вот, вот, вы сегодня полностью свободны, да, вот, вот, допустим, нет ни учебы, ни вашего занятия. Чем вот вы бы занимались? Как отдыхаете? Ну, отлично. Я вот ходила везде, ну, я еще занимаюсь танцем, методосом и, конечно, плейфэшном, еще пением. Ага, это постоянно ты занимаешься пением еще? Да. То есть, получается, свободное время у тебя отсутствует? Нет, просто у меня день полностью заполнен, заполнен. Это, наверное, для тебя тоже отдых, да, потому что это любимое дело, а если любимым делом занимаешься, то... Вот я хочу спросить про мюзиклы у Ильи. Что за мюзикл, что за название его, какую роль ты играешь в этом мюзикле? В основном, как и ребята моего возраста, в основном мальчики, там делится, в основном, в первом мюзикле делилось на мальчики. Это за одну сторону, девочки за другую. Первый мюзикл называется «Свет волшебного фонаря», и, получается, мы были пионерами-тимуровцами, а девочки с феями Гарри Поттера. Ага, как по волшебному звучит, да. У меня обычная опустная наука. Хорошо, и дальше что нам ты расскажешь про мюзикл? А, второй мюзикл называется «И так мы будем жить в Одессе», мы по течению мюзикла служители кибермира, виртуальности, то есть у нас своеобразная роль, то хорошие, то плохие. Илья, вот ты скажи, мюзикл... А какие роли тебе больше нравится играть, хорошие или плохие? Если честно, то мне больше нравится второй мюзикл. Второй мюзикл, это который про кибергов, да? Да, потому что там, опять же таки, если посмотреть, там лучше костюмы. Ага, а кто, кстати, разрабатывал вас костюмы? Он же как актер оценивает вот все. Илья, а кто костюмы придумывал? Вы принимали, дети принимали участие в разработке или хотя бы в мысли какие-то свои озвучивали? Нет, это по сценарию, а сценарий писал у нас главный. А когда вот вы играли в этом или репетировали даже, вы как-то дополняли сценарий? Допустим, а вот... Вы вносите какие-то свои поправки по сцену, смотрели, ну вот пожелания. Смотрел, да, режиссер смотрит, что как-то дети вот так вот хотят, чтобы повернулся сюжет, и потом это принималось уже в дело. В основном нет, но иногда нам открываются новые вещи, которых мы раньше не знали. Например, вот, например, можешь подвести какое-то интересное? Могу. У нас было такое, в одном номере у нас идет отход, и это номер как бы противостояния добра и зла, то есть книжек и нас, кибертеров, и получается там идет отход. И нам сказали, что нужно делать противостояние, а мы отходили просто. То есть вы немножко даже хитро себя вели, да, давали возможность по-другому повернуть сюжету. Ну, замечательно. Вот ко второму Илье хочется вот адресовать следующий вопрос. Илья, расскажи, там какие-то интересные были очень ситуации на съемках, вот, связанных с роликом сока, по-моему, это очень смешное что-то было, да, вот, мне мама рассказывала? Что было там смешного? Я три дня пил сок, и потом год не мог пить сок. А какой, кстати, сок был, какого фрукта? Яблочный. Яблочный. И ты теперь до сих пор, наверное, не любишь этот сок, да? Или уже вернулась любовь к этому соку, да? Я люблю этот сок, ну, потом напился этого сока, потом год не пил этот сок, а теперь обратно люблю его. А Маргарита тоже, да, участвовала в каких-то съемках интересных? Маргарита, вот расскажи нам про съемки. Каково быть вообще, ну, актрисой? И каково быть моделью, и каковы требования сейчас вот к современным вот таким вот маленьким моделям? И вот что, что ты должна уметь вот уже сейчас? Ну, я люблю заниматься моделями, и вот мы сейчас Инной Гузенкой ставим спектакль. Называется он Чупакабра. И мне вот очень нравится быть актрисой. А какую роль ты там играешь? Я сестра Чупакабры Ил. А тяжело выучивать вот наизусть тексты, когда играешь, а нужно озвучивать это все, да, говорить. Вот ты как запоминаешь? Ну, вот некоторым, может быть, не тяжело деткам, а вот мне вот легко. То есть ты легко запоминаешь, да? А ты очень волнуешься вот перед выходом на сцену, когда уже выступление? Нет, я не стеснительная, я люблю людей. Ну, замечательная девочка, потому что любить людей – это очень хорошо. Хорошо. Такой-то, да, Наташа, я перебиваю тебя, ты озвучил мой вопрос. Тогда следующий, потому что, знаешь, как ответственно с вот такими талантливыми детьми общаться, и думаешь, как же правильно задать вопрос, чтобы вот оказаться хотя бы на одном уровне с ними? Маргарита, хочу сразу вот к тебе, как к юной леди обратиться. Ты вообще любишь готовить? Ты помогаешь маме на кухне? И, возможно, какие твои любимые блюда? Ну, я люблю вот кушать пюре, мяско, вот там вот гречку, наличники. Я очень люблю с вишней и с творогом, но больше всего с вишней, конечно. А мы любим кушать больше, чем готовить. А как модель, вот ты себя в чем-то ограничиваешь? Ну, я вот, вот много шоколадок для модели нельзя. Нельзя сладкого, да? А какие вот навыки у модели должны быть, у маленькой модели, вот к чему вас учат? Что должна уметь маленькая модель? Как правильно ходить, позировать. Да, позировать, ходить. А что еще? Ведь это еще и мастерство держаться на сцене, наверное, и актерское мастерство. Да, вот еще надо иметь одну точку, когда идешь по своему подиуму, смотреть в камеру. Это точка. Еще надо правильно голову держать, не слишком вверх и не слишком вниз. А мимика на лице какая должна быть? Улыбка всегда, вот, потому что мы радуемся жизни. Вот, расскажи, а маленькие модели отличаются от больших и чем? Есть ли какие-то различия? Вот мы, например, не знаю, какие. От взрослых. От взрослых, да. Ну, вот, это ростом, это понятно, но вот, наверное, нет. Вот, в поведении, да? Нет? Нет. А вот самые интересные показы, это какие? Это вот аксессуары, это одежду вы показывали? Или вот какие вот самые любимые твои показы? Вот это что на себе нужно показывать? Что тебе нравится? Мне нравится показывать одежду. Мы ходили в магазин и там снимались. Ходили вот и показывали одежду. Разные платьичка, там, костюмы. Сами выбирали и потом показывали. А ты выбирала самое то, что тебе нравится больше всего? Или тебе помогали или предлагали? Одень вот это или это? Ну, вот мама мне предложила такое платье с цветочком. А вот вы такие занятые, вы так многими вещами интересуетесь. Вот я хочу вот у Элии спросить, вот сфера ваших интересов, родители определяли? Или вы сами выбирали изначально, что вот вы хотите? Я сказала маме, что я хочу на сцену, что я хочу участвовать в каких-то съемках, в каких-то представлениях. Мама уже направила. А решение заняться баскетболом? Баскетболом... Здесь, наверное, папа как-то повлиял? Нет. Или тоже где-то увидел, наверное, да? Вот обычно что-то нужно в жизни увидеть, да, что должно понравиться, и тогда ты решаешь, что хочу. Нет, просто нам повезло на школе, баскетболом занимаемся и пошли. И поэтому тебе понравилось, и ты решил продолжить? Да. Вот, ребята, я понимаю, все время заняты, а как вы относитесь к социальным сетям? И вообще вы часто зависаете в интернете, и что вы полезного себе там находите? Вот, Илья, твоя очередь теперь уже отвечать, ты так вот помахала головой, что это означает? Твой ответ какой? Я как бы в компьютере не работаю, я только в айпаде. Нет, ну мы сейчас говорим в принципе о выходе в социальные сети. И вообще там онлайн-игры разные, информацию, какие-то статьи там читаешь, что тебе интересно. Нет, там только в игры играешь. В игры играешь. Хорошо, а что вот вам интересно, например, из литературы, что вы читаете? Давай, вот ты уже, Илья, закончишь, эту точку поставишь в познавательной сфере. Вот кроме игр, ты вообще читаешь, что ты читаешь? Да. Что нравится читать? Какая твоя последняя книжка, которая тебе понравилась? Ты как учительница в школе, Наташа. Ребята, что вы за лето прочитали? Подожди, Серёж, лето у детей впереди. Мне понравилась сказка «Честная гусеничная». Ага, такая познавательная, кстати, сказка, потому что замечательно. А Маргарита, что ты читаешь, что ты любишь читать? Я вообще ничего не люблю читать. По крайней мере, честно. Такая искренняя просто. Ну, я люблю, ну вот. А зарегистрирована хоть в какой-то социальной сети? Ну, вот там, контакт, одноклассники. Я на страничке. То есть есть, да? Есть, да? Ты там общаешься с друзьями, выкладываешь фотки, смотришь. Нет, нет, ты ещё даже маленький. А вот, ну, Илья вот уже постарше чуть-чуть, а вот ты сейчас... Почта. Почта, да? Да. Я боюсь даже задавать его опять-таки насчёт чтения. Ребята, что вот, я уже у ребят спросил, что читают, а что ты, Илья, читаешь? Я люблю приключения, но в основном мне очень понравилась книжка «Прохожу на середину». Мы когда с бабушкой читали, мы всё с бабушкой читаем, мы когда читали, мы там просто ухахатывались. А ты вдвоём с бабушкой читаешь, тебе нравится, да? Эта бабушка привила тебе любовь к чтению, или всё-таки, или ты сам как-то так вот? С ранних лет. С ранних лет, замечательно. А, кстати, а кто помнит, когда начал читать впервые, вообще вот так, чтобы не просто как в азбуку, да? Вот, Илья, ты улыбаешься, скажи. Вот как ты помнишь, сколько тебе было лет, когда ты уже впервые стал сам читать и уже не просил, прочитайте мне? В шесть лет. В шесть лет, так вот же взрослую книгу сам мог прочитать, да, в принципе. Маргарита, а ты? Ну вот, я, конечно, не помню, но вот в пять, так в шесть, примерно так. Тоже, тоже, да, вот талантливые дети так вот и начинают читать, а вот Илья? Три, три с половиной, у меня почему-то... Ранний такой читатель, да, получилось? Ранний развитие. А, ребята, вы изучаете иностранные языки, вам нравятся? Испанский. Я английский. Ого, испанский язык и английский. Да, это тоже очень полезный язык. Это школьная программа. А у тебя какой язык? Английский по школьной программе. Ну, а вы уже как... Я знаю, что молодое поколение, и особенно юное, оно очень воспринимает хорошо иностранные языки. Вот так вот на слух уже то, что язык изучаете, вы можете там включить какую-то программу на этом языке, да, или там фильм какой-то и уже так более-менее понимать. Ну, это и пока еще. А ты английский понимаешь, да, Маргарита? Ну, так уж, но мы ставили в школе сказку про теремок. Я была зайчиком. Только это был немножко другой теремок. То есть по-другому чуть сценарий был написан, да? И что, вы на английском языке ему ставили, да? Класс. Илюша, а ты можешь вот на испанском представиться, как меня зовут, и, например, сколько мне лет рассказывать? Ох, ты задала вопрос тоже с утра. Ой, я сказал испанский? Да, ты сказал испанский, я так подумала, как интересно. Эспанёла, эсперанто. Эсперанто не струнда. Амиго, амиго. Амиго, струнперы, да? Ой, я ошибся. Так ты английский, наверное, да, все-таки? Английский. Все, так что мы англоязычные. Ну, давай на английском. Сможешь? Да. Смелее. Может, Маргарита подхватывает? Майны и Миз Илья. Все, я понял. Илья подхватывает. А ты, Илья, понимаешь, да, уже так более-менее английский язык? На уровне конца третьего класса, начало четвертого. Вот так вот. А по английскому какая оценка у тебя в школе, кстати, если не секрет? Десять. Ну, так это же пятерка. Десять это пять, да. Замечательно. А бывает такой день, когда вы ничего не хотите делать? Вот вы такие занятые, вот все, все, чем занимаетесь. Да, вот сегодня хочу вообще вот ничего, буду просто смотреть телевизор или просто лежать на диване и ничего не хочу делать. Вот Маргарита сразу, да. Ну, я так не могу, потому что у меня весь день загружен. Ну, вот, например, каникулы же, вот близятся каникулы летние. Сейчас будет лето, и школы не будет уже. Вы же будете отдыхать на каникулах, наверняка там. Ну, то же скоро закончится, потому что скоро у нас концерт. Такой будет заключительный такой, как итоговый, да, концерт, а потом будут, наверное, каникулы, да, как и у всех ребят? Ну, да, конечно. Вот, так получается, что мало кто из вас просто ничего не делает, да, вот какой-то день тяжело. Все так вот, как-то так вот стеснительно не могут ответить. Да, признайтесь, что да, иногда хочется отдохнуть просто как все обычные. Ну, Сережа, ну, кому не хочется полентяйничать? Ну, конечно. Мне хочется. Вот, Илюша, я уверена, что и Маргарите, и Илюша тоже. Полежать с планшетом. И поиграть в игру, наверное, да, там, или почитать. Как вы считаете, должны родители заставлять детей вот заниматься каким-то, ну, полезным на их взгляд делом? Или вот дети сами должны решать? Сами. Сами. Сами? Сразу так стойко. Ну, вы же сказали, что там, мне что-то понравилось, я попросила маму, меня отвели, да? Или, то есть, или кого-то все-таки кто-то отвел не по своей воле вначале? Вот как было? Вот, Илья. Сам ты всегда сам все решал? Или все-таки мама тебе подсказала, а давай-ка вот ты вот пойдешь туда? Мама мне подсказывала. Вот, видишь, значит. Но ты же не пожалел. Меня один раз было тоже. И потом это понравилось, да? Да. Занятия, и вы потом стали развиваться. Только потому, что мама ходила на этот же вид спорта в детстве. Ага, то есть, она пожелала своему ребенку тоже вот так вот проявиться. Хотели задать вопрос следующего содержания. Кто-то из вас путешествовал, был в других странах. Что интересно увидел? Рассказывайте, кто? Маргарита первая. Мы ездили с сельей в Грецию и в Египет. Снимали там разные съемки. Ого, а что там в этих странах вам больше всего понравилось? Бассейн. Бассейн? А были? Пирамиды смотрели? А Илюша что понравилось? Пирамиды смотрели? Нет. Не добрались до них. Ну, в Египте. Мне в Египте больше всего понравилось то, что была бесплатная еда. О, это тоже очень приятно. Наверное, сладости. А жарко было, кстати? Вот съемки были, когда была жара? Да, очень. И мне вся спина облазила, потому что я не загорела. Перезаграла, наверное, да? Потому что нельзя сразу в такую жаркую страну попасть и сразу на солнце. А что за съемки были? Вы что-то рекламировали? Ну, в съемке, кто принимали участие в съемках? Ну да, вот красиво у нас платья были, а вот у мальчиков костюмы, там еще у нашего друга было день рождения. А сколько обычно длится съемка по времени? Вот такая вот полномасштабная, такая серьезная взрослая съемка. Ну, по времени. Вот, допустим, вы встали утром, да, бывает, что даже бывает рано-рано утром, да, нужно, чтобы все успеть. И вот приходите на съемочную площадку. Сколько времени это занимает? Ну, вот. Ну, час, два, три или полдня. Да, да. Пять часов. Пять часов даже бывает, да? А вот тяжело это вообще выдержать? Это, наверное, твоя самая длинная съемка была? Я играю там просто на трее и футбол. Ну, это тяжело вообще, вот, участвовать в такой, в таком процессе? Потому что, все-таки, это же не взрослый, взрослый может перетерпеть, допустим, я там хочу пить, или там я устал, и он там себя собирает, вот взрослый человек, да, и заставляет себя что-то делать. А вот, а вам как? Как детям все-таки? То, что дети все-таки более и такие изнеженные и избалованные организмы, да? Или нельзя, так сказать? Или как взрослые ведете себя полностью на съемочной площадке? Как взрослые. Как взрослые? Вот, вот так вот, правильно. Сразу. Хорошо. Такой взрослый тогда вопрос, Наташа, насчет того, кем хотят стать, ребята, да? Да, кем вы себя видите вообще в будущем? Вы уже выбрали вот серьезную профессию. Такую взрослую, серьезную профессию. Илья, с тебя начинаем, и вот потом... Потому что Илья так сразу замечтался, он, наверное, уже представил себе все. Говори, не стесняйся, тебя слышит вся Одесса и область. Давай. Солдат. Солдат? То есть военным хочешь быть, да? Я не хочу им быть, но я просто серьезную профессию выбрал. Ага, хорошо, очень достойно. А возможно, ты когда-то снимешься в каком-то фильме вот в военном роли солдата? Да, это более безопасно. Это будет очень... Вот. Может, такое тоже произойдет. Маргарита, а ты? Ну вот я хочу много профессий. Я хочу быть и моделью, танцовщицей, и певицей, и сниматься в кино. Вот так вот. Такая вот. Все сразу, да? Илья насчитал целых четыре профессии. А теперь ты, Илья, отвечай на вопрос. Вот ты так как-то... Еще в 17 лет я хочу открыть салон. Именно в 17 лет, да? А почему именно в 17 лет? В 18 лет. В 18, когда то есть будешь совершеннолетней, да? Это какой-то переломный момент в жизни девочки. Пять профессий. Пять профессий, да? Ты насчитал. Молодец. Вы, наверное, вместе будете общаться, и кто-то будет друг другу помогать, наверное, из вас двоих. Может быть, Илья будет тоже совладельцем этого салона. Правильно? Тоже можно такое представить себе. Что это за новое слово такое? Ну, допустим, Маргарита откроет свой салон, а ты тоже будешь ей помогать в этом. Да? Все? Это новое слово. Это старое слово, только вы первый раз его слышали. Да, может быть. Илья, ты что хочешь в жизни? Ты уже придумал, что тебе нравится? Мне? Да. Оставаться в актерском мастерстве и сниматься в кино. Илья не считает одно и то же. Это синонимы, да? Да. Хорошо. Ну, а еще что-то может нравиться в жизни? Потому что актер бывает еще в себе, сочетают еще какие-то там профессии. Вот ты вот смотришь вокруг в жизни, видишь там взрослых, чем занимаются люди. Вот что тебе нравится? Хочется ездить на работу к моему отчему. Вот так, тебе нравится работа? Продавать диски. А, тоже хорошо. Там, наверное, компьютерные игры, музыка, и все можно слушать, смотреть. Нет, там какие-то есть, так что все хорошо. Пять. Послушай, счетчик. Хватит читать. Так, дети, так, дети. Все, внимание. Ну что ж, мы хотим вас поздравить со вчерашним праздником, День защиты детей. Поздравить вас, поздравить ваших родителей, поздравить всех-всех-всех деток вообще нашего города. Кстати, я вот по окончании хотела вот у деток спросить. Как вы считаете, вот родители должны в самом начале вот взять ребенка за руку, отвезти вот и сказать, вот ты, ребенок, будешь заниматься этим? Математикой, спортом. Или все-таки должно быть ваше решение? И вот вы не пожалели, что вот вас, родители? Вы не пожалели ни о чем, что вот вам предложили родители, правильно? Да. Вот на этой позитивной ноте, на ноте талантливых детей, талантливой нашей молодежи, кстати, нашего светлого будущего, мы хотим завершить нашу беседу. Вам сказать большое спасибо за то, что поучаствовали у нас сегодня в утреннем эфире. Передать привет, можете помахать своим родителям вот-вот-вот на ту камеру, да, вот-вот помахать, прекрасно, да, да. На любую помахать, помашите, да, скажите большой привет своим родителям и до новых встреч в эфире, здесь, возможно, в студии мы, вот, 18-летняя, когда будет у Маргариты, она откроет свой салон, обязательно, когда придет. Когда она будет девицей, моделью, танцовщицей. Да, и просто хорошей девочкой. Не забудьте подарить Илье машину. Во, вот так вот, такие требования. Хорошо, ребята, всего доброго, до новых встреч.